Насыщенное рабочее будни медиков инфекционного отделения прерывает тревожный звонок. В учреждение доставлена молодая женщина. Предположительный диагноз – острая геморрагическая лихорадка. Цель сегодняшних учений – показать и оценить нашу готовность к работе при выявлении больного с острой геморрагической лихорадкой. Прежде всего, это показать практическую готовность и взаимодействие служб. Потому что здесь участвует у нас в учениях и персонал центральной поликлиники, и станции скорой медицинской помощи. Транспортировка таких пациентов проводится специальным автомобилем с использованием вакуумной капсулы. Она позволяет сохранить герметичность и создать среду, в которой пациент не будет соприкасаться с внешним миром. В специальной экипировке работают и медики. Вирус может быть особо опасен, а потому все открытые участки тела должны быть закрыты. Это максимальная защита. Две пары перчаток. Как видите, на мне есть пижама, халат, нарукавники, фартук, маска, которая защищает полость лица до носа, скажем так, и маска, очки, которые защищают слизистые глаза. Поэтому на нас не остается ни одного открытого участка тела. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Этот принцип медики взяли на вооружение не просто так. Врест – город транзитный. А потому каждому специалисту-инфекционисту важно не только знать симптомы заболеваний, но и уметь оказать первую помощь – изолировать пациента от внешних раздражителей. Транспортировку таких больных проводят с использованием специальных автомобилей. В отличие, сейчас там присутствует специальная транспортировочная камера, которая необходима для перевозки пациентов с подозрением на особо опасную инфекцию. А также пациентов с низким иммунитетом, которым необходима защита от окружающей среды. Каждое такое занятие – это возможность не только подкрепить имеющиеся знания, но и шанс открыть для себя что-то новое. Без ответа не остался ни один озвученный во время учебы аспект. Учения прошли организованно, показаны практические навыки, показано взаимодействие задействованных служб, показано оснащение задействованных формирований, предназначенные к работе по вопросам санитарной охраны территории.